Да, отлично, что она записывается. Итак, доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Шерешева Ольга. Кто как? Меня зовут Ольга Васильевна. Ольга, кому как удобно. Мне удобно тоже по-всякому. Доброе утро и добрый день, потому что это тот самый новый день, когда мы начинаем для меня, во всяком случае, для многих из нас, кто работает давно в компании Vivasan, 20 лет чуть менее, чуть более, но это для нас уже совершенно новая реальность и новая жизнь. Молодые люди, которые здесь присутствуют, и для которых интернет-продвижение и работа в интернете, это все очень легко и просто, будем учиться у вас. Поддерживайте нас, пожалуйста, так как мы много чего не умеем, но мы очень стараемся и мы учимся. Надеюсь, что вы согласны. Все мои коллеги и соратницы, я имею в виду по возрасту и по компании Vivasan. Дорогие мои, мы не отменяем все, что было наработано в сетевом маркетинге, в обычной работе. Разумеется, мы ничего менять не будем. Но сегодняшняя реальность диктует нам совершенно другие реалии. И что мы делаем в итоге? Когда я посмотрела внимательно, думаю, так, стоп, мы очень стараемся приглашать людей, обзванивать, встречаемся, приглашаем в офис, проводим мероприятия, но приходит все меньше и меньше людей. Не могу сказать, что они не приходят, просто чуть меньше. И тогда я стала думать, а где сейчас вообще люди находятся? А люди находятся в телефонах, в интернете, а мы их ищем на улице. Конечно, не все в интернете, конечно, не все на улице, но если кто-то есть в какой-то реальности, значит, нам туда идти, значит, нам туда дорога, как в старой фронтовой песне. Начинается, открывается новый фронт. Фронт, в хорошем смысле этого слова, не военный, а совершенно мирный фронт, когда мы будем учиться приглашать и призывать людей для того, чтобы они подключались к здоровому образу жизни, потому что Вивасан – это здоровье, красота, благополучие. Ну и все, что обычно говорит Томас и говорю я, это то, что наша компания сейчас на самом пике, потому что здоровье, что бы ни происходило в жизни, для каждого из нас наше здоровье и здоровье наших близких, наших детей – это самое важное, что есть в этом свете, что есть в этой жизни. И поэтому оборот у нас у многих не уходит, а наоборот увеличивается, потому что нельзя говорить, что происходит в мире, что это хорошо. Нет, это нехорошо. Но мы будем востребованы. Я вас призываю к тому, чтобы вы прошли это обучение с большим вниманием и очень четко выполняя домашние задания. Причем эти домашние задания, я как старая советская учительница могу сказать, прошел урок – делаешь задание. Если прошел хотя бы один день, уже теряется то восприятие и та информация, которую ты получил на уроке. Ну а дальше вы знаете условия. Первые два наших урока будут абсолютно без всяких условий, поэтому мы приглашаем всех. А уже после этих уроков, которые проведет Игорь Черноусов, мы уже будем смотреть, какие условия у людей идут, кто вообще хочет заниматься вивасаном. Это будет все реально видно. Преподавать у вас будет Игорь Черноусов. В условиях и в анонсе, я думаю, что вы прочитали о нем. Я с ним знакома несколько месяцев, хотя мы познакомились несколько лет назад, первый раз. И на сегодняшний день я могу вам сказать, что человек, который болеет душой и за свое дело, и за наше дело тоже. Это очень интересно. Все, что он успел сделать за эти два месяца, для меня это просто нереально. Можно подумать. Обо всем этом я не могла, поскольку я многого чего не знаю. Но все, что сейчас сделано, это наша площадка закбва.ру сайт, это наш YouTube-канал, это наша студия, это наше продвижение в этом канале, это передачи, которых за три месяца, чуть меньше даже трех месяцев, прошло уже достаточно много, каждый четверг, каждый понедельник. Ну и то, что он делает, многие с ним уже знакомы, он знает свое дело. Поэтому слушайте каждое слово, выполняйте домашнее задание, ну и всем нам доброго-доброго времени, нового времени, новой реальности, здоровья, красоты, благополучия. Ну и, конечно, ради чего мы здесь сегодня собрались, успеха, который зависит абсолютно от нас. Итак, спасибо, дорогие мои, мы начинаем. Игорь, передаю вам слово. Добрый день. Хотел сказать девушке, но уже не получится, скажу коллеге. Друзья, о чем я сегодня хотел вам рассказать, что будет на сегодняшней встрече. Ну, во-первых, хотел немного рассказать о себе, чтобы вы понимали, почему вот я вам тут что-то сижу и вещаю. Вот я не буду это растягивать, потому что у нас не продающий вебинар, но хотя бы закрыть основные вопросы. Почему у меня есть какие-то моральные права вам что-то рассказывать, понимаете, почему есть смысл у меня слушать. Потому что самое дорогое это время. Сразу хочу сказать, учить никого не буду, потому что я буду делать что? Я буду делиться тем практическим опытом, который есть у меня. Кому это полезно, пожалуйста, воспринимайте, и буду всем помогать. Вот реально, вот прям нужна будет вам помощь, я вам буду помогать. Научиться вы будете самостоятельно, потому что людей научить невозможно, люди могут научиться только самостоятельно. Ну, кому, конечно, это хочется. Немножко расскажу о себе кратенько, затем я расскажу, с какими целями, какие цели и задачи ставились при создании нашего тренинг-центра, что он вам может дать, какую вы пользу получите от нашего тренинг-центра. Дальше я вам покажу конкретно, как он выглядит, какие там сейчас уже есть курсы, чтобы не было того, что называется сожалением. То есть вы думаете о чём-то, да, на самом деле это совершенно по-другому. Поэтому я вам всё покажу, вы будете чётко понимать, что вы получите, чтобы не было никаких потом разочарований. То есть говорили одно, там обещали, а на самом деле другое. Нет, у нас будет всё по-честному, всё открыто, то есть мы все люди из одной команды. Обманывать никого не собираюсь, ну, во всяком случае я. Дальше у нас будет небольшая такая часть, где я расскажу, как у нас будет всё технически происходить, потому что вот те вопросы, которые пишутся, во сколько будет встреча, вот давайте как-то раз договоримся, запишем себе и вот в таком нормальном режиме без дёрга не будем работать. Я это сегодня постараюсь всё для вас понятно довести. И дальше будет практическая часть. В чём будет заключаться практическая часть, я вам покажу, как зарегистрироваться в тренинг-центре. Это несложно, но уверен, что у кого-то будут вопросы. Вот чтобы этих вопросов не было, вот я вам всё очень аккуратненько покажу. Вот покажу, как подключаются уроки, как выполняются домашние задания. Дальше я отвечу на вопросы. Вот такой вот стиль ведения вебинаров, он мне не очень нравится, когда вначале лектор всё вываливает, а потом отвечает на вопросы. Но если я сейчас по ходу буду отвечать на ваши вопросы, честно говорю. У нас сегодня суббота, вот там кто-то спрашивал, насколько это всё затянется. Я хочу это максимально компактно, максимально по делу вам выдать и потом поотвечать на вопросы. Кто уже там по делам, пожалуйста, уходите. Кого, кто хочет пообщаться ещё, у кого есть вопросы, будем на них отвечать в конце передачи, чтобы не задерживать людей. Поэтому, если вам всё понятно, как будет проходить встреча, пожалуйста, в чате, как открыть чат было в ролике, напишите, что всё понятно, давайте начинать. Я посмотрю. Так, всё, так, это всё отлично, наверное, по звуку. Так, всё понятно, понятно. Вот, во всяком случае, двум людям уже понятно, уже хорошо. Нас прям сегодня нормально. Я, если честно сказать, судя по количеству просмотров на роликах, думал, что будет людей меньше. Я рад, что я ошибся, честно говорю. Я очень вам благодарен, что много людей пришло, прям, очень хорошее посещение. Надеюсь, дальше будет всё ещё лучше. Итак, каратенечка о себе. Значит, кто я такой? Ольга Васильевна меня представила. Очень большое вам человеческое спасибо, Ольга Васильевна, за вступительную речь. Поэтому я растягивать не буду. Значит, кто я? Я человек, который на всю свою сознательную жизнь занимаюсь бизнесом. Это вот всегда. Вначале мне удавалось совмещать. То есть я совмещал работу преподавателем в ВУЗе с ведением своего бизнеса. Но потом совмещать у меня вообще плохо получается. Я как бы очень отдаюсь тому, чем занимаюсь, потому что всегда занимаюсь любимым делом. И оно мне очень много времени, сил отнимает. Поэтому совмещать не получается. Вот я очень много различных бизнесов, как это сейчас модно называется, стартапов делал. В основном все эти стартапы были в плане услуг. Поэтому общение... То есть две вот эти основные задачи. Это где найти клиентов и как удержать клиентов. Это вот все было у меня всегда, всегда по жизни. И мне реально везло, ну, может быть, повезло и продолжает вести. Я пересекался по жизни с значимыми людьми в плане MLM-маркетинга. То есть я с очень интересными людьми общался и продолжаюсь общаться. И вот, может быть, из-за этого я достаточно быстро понял, что я свой бизнес традиционный всегда развивал по принципу MLM-маркетинга. Потому что, ну, когда ваш бизнес начинают рекламировать ваши клиенты, это просто сказка. Понимаете? Любой бизнес, который развивается вот по такой системе, он выстреливает, он опережает все. Поэтому к MLM у меня всегда ну, шикарное отношение. Поэтому люди, которые начинают какую-то фигню рассказывать об MLM, ну, мне их просто жалко, потому что, ну, видимо, у них никогда не было своего бизнеса. Что я хочу сказать еще про MLM? У меня был такой период уже достаточно давно, когда он меня прям затянул. Я прям так вот разрывался между традиционным и MLM. Вот более 10 лет назад, прикиньте цифры, более 10 лет назад, сейчас даже точно не скажу. Я работал, ну, сейчас могу уже назвать. Это компания Коралловый клуб. И мой спонсор, человек, у него вся структура, ну, практически 75% были люди из интернета. У меня были другие показатели. У меня два человека были из реальной жизни. Это мой папа и моя знакомая. Все остальные люди, они пришли из интернета, конкретно из одной социальной сети, одноклассники. И вот когда я сейчас слышу, как лидер Greenway начинает рассказывать, что его вся структура работает по новаторской, по какой-то уникальной схеме, схемы привлечения людей из интернета, вот, честно, ржу не могу. Потому что мы эту схему пилили уже 10 лет назад с большим запасом. Потому что ничего нового нет. И в интернет ничего не приходит нового. Понимаете? В интернет приходит все, что уже в жизни давно опробировано и прекрасно работает. Почему-то у многих интернет это как бы отдельно, а в жизни это как-то отдельно. Хотя это не так. То есть люди, которые в интернете, это люди, которые через стенку с вами живут. Поэтому интернет это реально просто, особенно для тех, кто чего-то достиг в жизни, кто чего-то, что-то умеет. Вам там развернуться будет очень круто и очень быстро. И когда у меня в жизни получилось так, что мой традиционный бизнес мне пришлось свернуть, у меня была просто трагедия жизненная. Представьте, у вас что-то получалось, получалось, привыкли вот так, вот так, и потом бац, пришлось свернуть. Но когда это получилось, я уже даже не думал, где мне зарабатывать. То есть я там походил еще, поискал, какие места, где можно еще снять место для аренды. Но понял, что то, что у меня было, и то, что мне предлагать, просто смешно. И я ушел полностью в интернет, и где-то через полгода я уже сожалел только об одном. То есть почему я не свернул свой традиционный бизнес раньше, вот честно говорю. Просто я об этом очень тогда пожалел, потому что я понимал, что вот за это время я бы очень многого успел в интернете. Я начал там активно работать, у меня, фу-фу-фу, получалось, я знаю, что у нас тут есть один человек, который реально точно знает, что у меня это получалось. Надеюсь, она сейчас слушает, ссылку лично я тебе кидал, Лен. И что получилось? Я понял, что интернет, это реально круто. Ну вот не на словах, а вот просто когда деньги зашуршали в руках, когда пришло то, что, ну, наверное, многим хочется, когда я понимал, что я людям стал реально помогать, и ко мне начали люди обращаться. Вот, ну а потом я как бы совершил очередную ошибку в жизни, пошел помогать жене, развивать ее традиционный бизнес. Вот, но теперь я понимаю, что это было сделано зря, но на работа опять в традиционном бизнесе я там развернулся уже максимально, то есть всему, чего я умел раньше, всему, чему я научился в интернете в плане привлечения клиента, я это все вложил в бизнес-жены, и с полутора офисов, у нее сейчас пять языковых школ, и, в принципе, там много моих сил, нервов и всего-всего. Вот, сейчас для меня, для меня интернет это большой кусок жизни. У меня в интернете сейчас люди, у меня даже сейчас в реальной жизни не так много людей, которых я могу назвать друзьями, а в интернете у меня есть такие люди. Вот, вдумайтесь, этих людей, многих из них, я вживую вообще никогда не видел, там единиц я видел вживую, вот, некоторых даже вообще не видел вот так, как вот вы меня сейчас видите, то есть, для меня эти люди ассоциируются с фотографией и с голосом, с аватаркой и с голосом, но это люди реальные мои друзья. Вот, и я очень рад, что они есть, и для меня интернет это, ну, это жизнь, понимаете, и таких, как я, их достаточно много, и слава Богу, сейчас у меня не спрашивают, не задают этот вопрос, можно ли заработать в интернете, но раньше его очень часто задавали, сейчас слава тебе, Господи, его не задают, ну, в таком количестве, потому что я сейчас не знаю, как на него ответить, все равно, что спросить, а можно ли в жизни заработать, ну, кто зарабатывает в жизни, кто-то в интернете зарабатывает, понимаете, сейчас больше всего спрашивают, как заработать, вот это, да, это важный вопрос, потому что найти свою нишу очень сложно, и один из очень хороших способов заработка в интернете, это, конечно, MLM, вот вы, имея уже опыт практически, вы можете очень хорошо выстрелить благодаря интернету, то есть у вас развяжутся руки, у вас появятся новые возможности, я хотел бы до вас донести, что интернет, это наше сегодня, и уходить, как-то говорить, что это какая-то другая реальность, параллельная, в которую не попасть, ну, сложно, да, это неправильно, потому что, ну, сделал шаг, и ты уже здесь, да, конечно, почему я не пользуюсь мобильным интернетом, ну, потому что, если я еще, выходя из дома, буду сидеть в интернете, то дальше уже, понимаете, как в анекдоте, не хочу его сейчас цитировать, но это уже вот все, то есть людей, которые вот живут в этом мобильном телефоне, мне иногда становится жалко, потому что жизнь, это несколько другое, значит, на этом лирическую часть я закончу, надеюсь, не так много у вас отнял время, значит, идея какая, что пользоваться интернетом нужно, и интернет это то, что позволяет многим людям, не только мне, реализовать очень много идей, которые в жизни имбилизовать очень сложно, поверьте, это так есть, надеюсь, когда сами начнете делать практические шаги, вы в этом самостоятельно убедитесь. С какой целью мы создавали наш тренинг-центр? Целей, их достаточно много, я расскажу о трех основных, ну, с моей точки зрения, Ольга Васильевна однозначно добавит еще много чего, но я расскажу о трех, то есть первая, основная цель создания тренинг-центра, создание, потому что уже основная часть, во всяком случае, открытая его часть, она уже практически готова. Это людям, лидерам, а все-таки большинство людей, которые, надеюсь, сейчас меня слушают, это люди, у которых есть структуры, но если даже у вас нет структуры, у вас есть практически опыт, у вас есть чем поделиться, ну, в реальной жизни, у вас есть опыт и общение с людьми, большинство из нас классно знают и могут рассказать о маркетинге плане, есть люди, которые там феерично знают продукцию, то есть, ну, очень много, то есть информации у вас колоссальное количество, и как ваш практический опыт, который у вас есть, применить в интернет, как у вас вот соединить эти две вселенные в одну, чтобы для вас это было нормально и естественно, чтобы не было никакого вот непонимания, зачем мне это, к чему мне это, как там делать, потому что основное это непонимание, потому что, еще раз повторюсь, для многих интернет и реальная жизнь, это абсолютно разные вещи, и они никак не соединяются, а когда они у вас соединятся, вы увидите, что все, что вы умеете в реальной жизни, вы можете точно так же, ну, с небольшими там техническими нюансами применять в интернете, всему, чему вы научитесь в интернете, вы можете тестить в своей реальной жизни, вот, у вас как бы все это соединится, и вы поймете, насколько это круто, вот, чтобы сразу привести пример, я сейчас не хочу никого убеждать, но приведу пример, я точно знаю, что в Липецке проводят клубы, но я уверен, что не только в Липецке, да, и на клубах выступают люди, которые любят свое дело, если человек любит свое дело, его слушать всегда приятно, он специалист, но этот специалист выступает, ну, например, перед 30 человек у него в аудитории, да, 15 человек из этих людей, это люди, которые вас и так знают, ну, наверное, типичная ситуация, да, и 15 человек, которых, ну, вас не знают, это приглашенные люди на клуб, вы работаете, например, на них час, конверсия 5-10%, но это конверсия, это процент людей, которые, вот, скажем так, откликнулись, вот у нас, например, сейчас на нашем имбинаре, замечательная конверсия, 100 человек в чате, и 70 пришло, то есть это взрыв, 70% конверсии, это очень круто, вот, при живых выступлениях, конверсия, ну, отзыв, это где-то порядка 30% в нормальном режиме, у звезд там от 30, вот как раз под 75, так что мы с вами звезды, но 30% от 15 человек, это не так много, а вы целый там час проработали, вложили силы, и потом это выступление закончилось, все, а вот представьте, вы берете свое выступление, записываете на мобильный телефон, вот который, ну, сейчас у всех есть, и мобильный телефон, сейчас это мощные вещи, да, записали, обработали, и выложили потом в социальную сеть, какое количество людей уже узнает о вас, причем, какое количество людей новых, которые вообще о вас ничего не знают, причем интернет позволяет рассказать о себе, людям, с которыми вы никогда в жизни не, скажем так, соприкоснетесь, может быть, да, конечно, сейчас кто-то скажет, ну и нафиг нам это, ну и зачем, ну посмотрели, вот, да, конечно, после одного-двух видео к вам не выстроится очередь, там записываться в структуру, нет, на вас узнают, вы будете показывать свою компетентность, и, если вы знаете, как себя, как специалиста, продвигать в интернете, как людей мотивировать к тому, чтобы они к вам обращались, за помощью, что нужно сделать, чтобы человек не просто посмотрел действие, а потом выполнил какое-то нужное вам целевое действие, вот если вы это понимаете, вот, через какое-то время, когда вам начнут доверять, когда поймут, что вы реально крутой специалист, не на словах, а просто вот послушаю вас, люди начнут к вам тянуться за помощью, обращаться, записываться к вам на консультации, и так далее, вот это одна из основных задач, то есть дать специалистам, большинство из нас в чате, это реально специалисты, именно новые какие-то возможности, то есть соединить интернет и обычный опыт обычного традиционного бизнеса или традиционной жизни. Вторая, конечно, задача, это перейти, ну, это тоже задача все-таки для лидеров, то есть для тех, у кого уже есть структуры, перейти на новый уровень работы со структурой, потому что вот то, что мы сейчас сделали, идея была Ольга Васильевна все это реализовать, это абсолютно новый уровень работы со структурой, это то, что сейчас называется дистанционным обучением. Вот если вы, ну, как бы, знаете, что сейчас происходит в стране, ну, и только по деньгам, да, не только с коронавирусом, то сейчас мега рулят, это онлайн-школы, такие монстры, как Яндекс, кроме Яндекс.Такси, там, Яндекс.Еда, у них мега-проект Яндекс.Лицей, то есть они учат людей дистанционно. Google и Сбербанк сделали мега-проект, называется Мой Класс, тоже учат людей дистанционно. Все происходит вот по принципу, как у нас сейчас с вами реализовано. То есть вы, как лидеры, у которых есть уже там записанные какие-то выступления, там, ваши лекции, ваш экспертный опыт, вы все это не будете хранить где-то там по полочкам стола, да, а вы все это можете выложить свой, личный обучающий центр и дать возможность вашей структуре, может быть, не только вашей структуре, знакомиться с этим опытом. Тренинг-центр позволит новичкам, которые, ну, не знают, что им делать, у них нет, например, там, такого живого общения с спонсором, не растеряться, а пройти пошаговое обучение, получить какую-то полезную информацию, причем в удобном информате. Причем, так как это обучение идет через интернет, понимаете, придут люди, для которых интернет – это вот, ну, сегодня. Поэтому это очень хороший, очень новый, современный, скажем так, ну, лучше сказать, актуальный уровень работы с людьми, со структурой, то есть как их учить, как доносить информацию о них. И мы это уже сделаем. Ну, и третья задача, ну, вот, которую у меня, например, не всегда получается решать, честно можно сказать, но я не один, далеко не один. То есть есть вы, и главное, есть только Васильевна, у которой эта задача получается, блин, всегда. То есть что это такое? Это организовать командную работу. Вот я уверен, что многие из вас какие-то тренинги посещали. И, скорее всего, если вы посещали хорошие тренинги, там, где сам организатор работает, то вы, наверное, видели, что одно из первых заданий, там, поперезнакомиться и так далее, друг с другом. Поэтому, например, я продолжаю постоянно учиться, и на некоторых тренингах больше получаешь от общения, от командной работы вот участников этого тренинга. Вот это прям вот самое, например, ценное. Могу привести пример наш, да? Это наш чат, с которого все начиналось, топ-20, да? И вот я уже говорил там девушкам еще раз хочу сказать, вообще огромное вам человеческое спасибо за тот мозговой штурм по биопульсару. То есть вот мы всеми вместе там сидели, писали свои предложения, как это лучше подать, преподнести. Поверьте, ничего это не пропало, все это хранится. То есть я однозначно сделаю на страничке по биопульсару, который позволит нам рассказывать об этой классной возможности, через которую можно спокойненько привлекать людей в компании «Вивасан». Командная работа, я надеюсь, у нас это получится, это будет идти в нашем скайп-чате, в котором уже достаточно много людей. Вот возможно, будут какие-то еще другие инструменты, но это мы с Ольгой Васильевной, скажем так, посоветуемся. Что у нас будет в нашем тренинг-центре? Я вам сейчас его покажу. Вот смотрите, вот наш тренинг-центр. И я сейчас открою раздел «Обучение», вот с левой стороны раздел «Обучение», и выберу, вы будете выбирать курсы спонсора, я выберу свои. Вот доступные на данный момент курсы. Во-первых, как сюда попасть? В чат я скинул вот такую вот ссылочку, вот эта ссылочка, она у всех будет, не надо сейчас попытаться переписывать и так далее. Это ссылка на бесплатную регистрацию в тренинг-центре. Как эту регистрацию пройти, я покажу сегодня в практической части. Проходим, регистрируемся. Единственное требование это полное заполнение своих анкетных данных. То есть не надо делать, как некоторые делали при регистрации в Трелло. Нет, извините, не в Трелло, а в программе учета. Пишите, пожалуйста, свои фамилии, все контакты, абсолютно верно. Но об этом я покажу. Значит, после регистрации вы получаете доступ к тому, что называется бесплатная часть тренинг-центра, то есть свободная для всех. Эта часть сделана для того, чтобы люди могли познакомиться с вами и понять, что они попали в правильное, в нужное место. Вот информация, которая выкладывается в бесплатной части, она будет мега качественной. Я, во всяком случае, буду делать все возможное, чтобы записывать эти уроки на высоком профессиональном уровне. Для чего? Для того, чтобы люди сразу понимали, что это хорошо, то есть они попали в правильное место. Уроков в бесплатной части сейчас на данный момент будет 4, вот этот 4 вы пока не увидите, но он практически готов. 4 полноценных курса, которые будут в полном объеме давать исчерпывающую информацию для того, чтобы начать что-то делать. Значит, кроме открытой части, которая получает доступ все, будет и закрытая часть, то есть вы ее тоже будете видеть, но посмотреть уроки закрытой части можно будет только введя пароль. Пароль будет выдавать человек, который вас пригласил в этот тренинг-центр. У каждого будет своя ссылка, но когда вы создадите свои тренинг-центры, и вы будете приглашать людей в свои тренинг-центры, и тогда будете вы им выдавать эти пароли. Сейчас, пока у нас тренинг-центр один, пароли будут выдавать люди, которые пригласили в тренинг-центр Ольги Васильевны свою структуру. Вы с ними будете там общаться, переписываться, нравится-не нравится, помогать-не помогать. Хотите продолжить обучение, пожалуйста, вот вам пароль в закрытой части. Но об этом может быть, не может быть, однозначно подробнее я расскажу, когда вот соберем людей, которые вот уже кого-то пригласили в свой тренинг-центр. Я немножко поподробнее для вас расскажу, как это все работает. Теперь, что у нас еще есть? Пройдя любой из этих курсов, любой человек может получить право модерирования, то есть проверки домашних заданий. Но сейчас право модерирования будет даваться только людям, которые кого-то пригласили. То есть люди, которые пришли в тренинг-центр Ольги Васильевны уже со своей структурой. Вот вы будете проверять домашние задания своей структуры. Сейчас, пока всей проверкой домашних заданий буду заниматься я в дальнейшем. Это можно передать и нужно передать именно спонсорам. То есть пригласили своего человека и вы его лично ведете по урокам этого тренинг-центра. С левой стороны есть колоссальное количество различных кнопочек и каких-то действий. Пожалуйста, у меня к вам убедительная просьба. Не сами не лазьте пока по ним, кроме кнопочки профиль и кроме раздела обучения и раздела обучения спонсоров. По другим пожалуйста, пока не перемещайтесь, потому что платформа, конечно, очень хорошая. У нее очень много возможностей. Она заточена именно подсетевиков, то есть когда вы будете приглашать людей в свои тренинг-центры, они у вас будут появляться в разделе структура, все заявки, но еще не ставшие вашими клиентами будут появляться в анкетах, все ваши новостные события, кто у вас там зарегистрировался, будут у вас появляться в ленте событий. Вот много чего есть. Ваша партнерская ссылка также будет у вас доступна личная для приглашения людей. Значит, у этого сервиса есть классные возможности по автоматизации привлечения. Вот все это мы сделаем, но сейчас убедительная просьба какая? Давайте начнем изучать все постепенно и в спокойном нормальном режиме. То есть не надо сейчас сразу пытаться создать себе такой же тренинг-центр. Почему? Потому что во-первых это платная платформа, она себя очень хорошо монетизирует. Поэтому многое, что вы тут видите, это все далеко не бесплатно. Сейчас за все это платит Ольга Васильевна. Понимаете? Поэтому давайте скажем ей большое человеческое спасибо. Разберемся. Дальше возможно сделаем какой-нибудь такой отдельный вебинар для тех, кто хочет создать себе такой тренинг-центр. Вы все уже будете зарегистрированы в нем, потом вам нужно будет просто включить себе платный тариф и создавать этот тренинг-центр. Уроки, которые у нас есть, будут спокойненько перенесены в ваши тренинг-центры и вы можете добавлять свои уроки. Так, я сейчас немножко остановлю демонстрацию, все-таки гляну, что вы тут пишете. Спасибо, Ольга Васильевна. Да, Ольга Васильевна, спасибо. Так, ну теперь чуть-чуть поподробнее о тех уроках, которые сейчас уже есть в открытой части. Значит, первый урок, как пользоваться самим тренинг-центром. Вот после сегодняшней нашей встречи здесь появятся три урока, как зарегистрироваться, как подключить курсы, как делать домашние задания, как на них отвечать. Для чего эти уроки записываются? Вот когда вы будете приглашать своих людей в свой или в тренинг-центр Ольга Васильевна, пока, не надо им будет каждому там что-то объяснять. Вы просто дадите ему ссылку на урок, как зарегистрироваться, человек посмотрит, зарегистрируется, потом он пройдет, посмотрит уроки, как пользоваться тренинг-центром, ему сразу станет все понятно. Он не будет вас дергать. Расскажите мне это, расскажите мне то. Все уже будет в самом тренинг-центре, поэтому курсы как раз и начинаются, как пользоваться тренинг-центром. Следующий курс, я его назвал «Полезные инструменты». В этом курсе уже на данный момент пять уроков. В этих уроках я собрал те инструменты, которыми пользуюсь сам. Мне реально без этих инструментов уже практически невозможно. То есть, они мне столько времени, сил и нервов экономят, что даже трудно посчитать в каком-то цифровом эквиваленте. Значит, все эти уроки вам придется пройти и сделать домашнее задание. Будете вы потом эти инструменты пользоваться, либо нет, это личное ваше дело. И, посмотрев вот этот первый вводный урок, я здесь призываю, может быть, поделиться какими-то своими инструментами. Может быть, у вас уже какие-то есть свои работающие инструменты. Потому что идея этого тренинг-центра это коллективная работа. То есть, однозначно кто-то или уже записывает, либо запишет какие-то уроки по продукции, потому что я это пока не могу записать и в ближайшее время точно не запишу. То есть, я пишу техническую часть, продукции, маркетинг, это будут писать люди, которые в этом многократно компетентнее меня. Но если у вас уже есть какие-то свои хорошие наработки по тем же инструментам, которые облегчают жизнь в интернете, пожалуйста, пишите. Тут есть у нас такой конкретный призыв это делать, где писать, как писать, тоже все рассказано. Далее, вот такой вот тренинг, который называется компьютерная грамотность, он не планировался. Честно, я не хотел это делать, потому что давно я уже этим не занимался. Я начинал именно с того, что учил людей компьютерам. Но сейчас опять приходится этим заниматься. Почему? Потому что прежде чем научиться бегать, нужно научиться ходить. Поэтому, если вы начинаете свой путь в заработке в интернете, то нужно уметь пользоваться компьютером, хотя бы в случае на уровне уверенного пользователя. Не надо быть программистом, системным администратором, но уверенным пользователем надо быть. Но обучаться можно по-разному. То есть, можно брать какие-то громадные мануалы, громадные мануалы, и там сидеть их читать, изучать, там очень много на это время не тратить. А можно изучать так, как я вот сейчас, например, изучаю работу с компьютерами Apple. то есть, я сижу работаю, бац, у меня это не получается. Я ищу, как решается эта задача и ее решают. Дальше работаю, опять бац, какая-то проблема, я ищу, как она решается и так далее. Потому что все изучить невозможно. И если вы какими-то знаниями перестаете пользоваться, они забываются. Поэтому не надо сразу изучать все возможности. То есть, нужно изучить какой-то минимум, который вам необходим для работы, начинать двигаться к цели и потом уже получать какие-то дополнительные знания. Но это наиболее эффективный способ чего-то достигнуть. А кто уходит в какие-то теоретические изучения, то чаще всего там и просто-напросто погибает. Ну и тренинг, который вы сейчас не увидите, он у вас пока скрыт. Просто я нахожусь в кабинете именно Ольги Васильевны, а вы к нему будете подключаться как клиенты. Вот такой вот тренинг. Он как раз и называется «Как построить интернет?» Уровень базовый, потому что ничего сложного здесь не будет, часть 1. В этом тренинге планируется 3-4 урока. В этих уроках, в первом уроке я подробно расскажу именно схему работы в интернете. То есть как интернет используется как источник привлечения клиента, что там делается. И вы когда этот урок посмотрите, вы поймете, что в принципе я почти то же самое делаю и в жизни, когда привлекаю клиентов. И поймете, что ничего реально сложного нет. Я еще раз повторюсь, ничего сложного нет. И вот когда у вас будет эта схема в голове, вы будете четко понимать, что нужно делать и к чему мы идем. Не просто я что-то делаю, не понимаю зачем, а я все свои действия совершаю с какой-то определенной целью. А цель это чтобы люди ко мне записались на консультацию. Вот это ваша основная цель. Дальше будут два или три может быть урока, как это реализовано технически в интернете. Я расскажу, как правильно оформить профиль в социальной сети, какие ошибки делают чаще все сетевики, когда оформляют и наполняют профиль. И будет урок о правильной активности в социальных сетях, как привлечь внимание к своему профилю, чтобы у вас были люди, с кем можно было коммуницировать, кого можно будет к этой консультации вести. Расскажу о том, за что чаще всего банят в социальных сетях, будет у вас такой именно кейс, пошаговые действия, что необходимо делать. Вот все это будет в свободном доступе, пожалуйста, зарегистрировались, изучайте. Надеюсь, мы с Ольгой Васильевной еще технические моменты решим, и все, кто зарегистрировался, кто заполнил анкету полностью к этому свободной части, пожалуйста, изучайте, кому-то там неделя потребуется, кому-то больше, кому-то месяц, кому-то два, изучайте, это свободный доступ. Главное, чтобы у вас была полностью заполнена анкета. Уроки будут появляться, дополняться, потому что каждый из этих тренингов, он будет дополняться, и, надеюсь, не только мной из этих курсов, извините. Еще одну вещь я забыл сказать, значит, каждый из курсов можно проходить по-разному. То есть, например, курс компьютерной грамотности можно будет проходить в любом порядке. то есть, вы увидели ту проблему, которую не знаете, как решить. Открываете этот курс и начинаете смотреть видео урок и выполнять домашнее задание. То есть, выполнили. Потом вам вот эта задача заинтересовала, вы этот урок открыли, и так далее. То есть, в свободном порядке. Но большинство курсов будут происходить изучение в совершенно другом порядке. Это пошаговый порядок. То есть, пока вы не пройдете первый урок, не выполните домашнее задание по этому первому уроку, у вас не откроются уроки к следующему. Ну вот, я тут сам сейчас учусь, хочу узнать все об этой платформе. Видите, у них тут свой обучающий центр. Вот посмотрел три часа рекламы, и мне нужно добраться вот до этого. Видите, как запустить закрытую школу. Чтобы сюда добраться, мне нужно посмотреть еще три урока и дождаться пока их проверят. Вот уже третий день они проверяют, никак проверить не могут. У нас все будет быстрее. Поверьте, то есть, ждать придется минут, может быть, 30-40. Потому что я сейчас буду сидеть по компьютеру довольно часто. Ну, то есть, я буду поддерживать этот тренинг всеми силами, чтобы те, кто хочет учиться, чтобы вы учились. Это, в принципе, ну, все пока. Вот такие азы нашего тренинг-центра. Если все понятно, если вы еще меня слушаете, напишите, пожалуйста, в чате, там, все понятно или что непонятно. Я рад, что вы слушаете. Я очень надеюсь, что то, что мы делаем, будет вам полезно. Я очень надеюсь и своей стороны сделаю все возможное, чтобы вам помочь. Правда, помочь. Опять же, сложности с компьютером. Начните тогда с курса компьютерной грамотности. Опять же, будем это делать по мере того, какие у вас проблемы возникают. Сейчас проблемы с озвуком на телефоне, но разберусь, запишу вам ролик, потому что я вчера, когда подключался, все нормально было. Ну, а теперь чисто организационные вопросы. Возможно, меня Ольга Васильевна сейчас подправить немножко, или, может быть, чуть позже подправить, чтобы время сейчас не терять. То есть, как планируется все это организовывать, но во всем причем моей главе. Значит, все обучение будет идти в тренинг-центре. Вы сейчас увидите, как в нем происходит регистрация. Вот, вы будете учиться там, писать домашки там. Вот, зачем у нас чат? Чат это для быстрых таких ответов и помощи друг другу. Друзья, пожалуйста, если вы знаете ответ на этот вопрос, отвечайте, пожалуйста, я вас просто призываю к этому. Командная работа, помогайте друг другу. Вы в чат написали, сформулировали какую-то задачу, какую-то проблему, но старайтесь максимально подробно описывать, что у вас не получается, с чем затык. Я вижу, что это затык. Как я буду поступать? Я буду делать групповой звонок в чат. Кто смог, берите трубку. Мы говорим прямо в скайпе, чтобы попроще было, без лишних проверок и так далее. Я позвонил в скайпе, ну, так мы делали в чате ТОП-20. Там было просто поменьше людей, то есть 100 человек скайп не потянет, то есть человек 15-20 потянет. То есть мы поговорили с теми, кто взял трубку и сделали запись этого разговора. И вот человеку, который задавал вопрос, у него вот такая инструкция. Я их потом буду обрабатывать немножко и допиливать и выкладывать тоже нам в тренинг-центре. Вот так вот будет идти работа, потому что можно, конечно, очень долго, там, часами пытаться разобраться с какой-то проблемой, но, да, то есть можно, конечно, сидеть часами с чем-то разбираться, но лучше попросить помощи, да, и быстренько задачу это решить и двигаться дальше. То есть чат это вот то место для командной работы. Там будут все эти обсуждения живые и так далее. И я буду стараться по мере возможности максимально часто просматривать чат и вот такими групповыми звонками отвечать на какие-то вопросы, ну, на которые, например, сложно там. Зачем у нас вот эти встречи по субботам? Значит, по субботам в 10 часов именно это время было выбрано. У нас будет такая общая встреча, на которой, может быть, я что-то буду рассказывать, что-то совершенно новое по нашему тренингу советоваться, возможно, отвечать на какие-то типичные, часто возникающие вопросы, потому что, может, кто-то в чате это не увидел, потому что, вот смотрите, сейчас ссылку скинул, в чат, пройтись по истории, ну, сложно, да, потому что он чуть выше, ну, то есть человек это пропустил. И какие-то очень важные вопросы я буду, ну, вот, например, повторно освещать вот на встрече в Zoom. Все эти встречи, они пишутся, я их буду обрабатывать и выкладывать в наш тренинг-центр, мы сделаем там отдельный раздел записи мастер-группы. Вот, я буду стараться под каждой записью писать тайминг, то есть на какой минуте какие вопросы обсуждались, потому что все-таки почему мы отказались вот от такого онлайн-обучения, потому что в онлайне еще как-то, а потом смотреть вот эти вот часовые, полуторачасовые записи, это бывает очень сложно. поэтому уроки в нашем тренинг-центре, мы их пишем максимально компактные, вот, и с обрезаниями всех вот моих этих охов, ахов, иков, вот этого, ну, в тренинг-центре этого нет, потому что записи обработаны. Ну, и с записями нашей встречи я буду стараться делать то же самое. Еще раз резюмирую, резюмирую, извините, обучение будет все идти в тренинг-центре, как к нему попасть, как зарегистрироваться, сейчас покажу. Скайп, это общение и ответы на быстрые вопросы, из него, пожалуйста, не надо выходить, я даже показал, как приглашать людей своих, то есть спокойненько можно людей приглашать, то есть не нужно там обращаться к кому-то за помощью. Ролик, опять же, лежит в истории, представьте. И по субботам у нас будут вот такие общие встречи, решения каких-то глобальных вопросов. Вот такая схема нашей работы. Значит, первые две встречи у нас будут для всех, потом у нас пройдет обучение уже в закрытой части нашего тренинг-центра, но как в нее попасть, это вам нужно будет общаться с теми людьми, которые вас пригласили. Вот у них будут коды, открывающие доступ к закрытой части. Я очень надеюсь на то, что мы никого из этого общего чата выгонять не будем, потому что нет смысла собирать и выгонять, а вот в закрытой части будут получать доступ только те люди, которые выполнили условия. Ну вот как-то так. Все понятно. Сейчас могу ответить на несколько вопросов. Давайте. Вопросов нет? Понятно. Вопросов нет? Отлично. Ну тогда, тогда начнем. Пошла практика. Вопросы нет? Продолжение следует...